Согласно исследованию известного писателя Томаса Корли, привычки миллионеров, за которыми он наблюдал на протяжении пяти лет, кардинально отличаются от тех, которые присущи бедным людям. Плохие финансовые привычки влияют на состояние мозга человека и программируют на безденежье. Однако там, где есть плохая привычка, ей на замену всегда есть и хорошая. И один из главных миллиардеров нашей планеты Уоррен Баффет поделился своими советами, как избавиться от привычек, ведущих к бедности и финансовым проблемам. Каждая из них может в корне изменить ваши отношения с деньгами, поэтому настоятельно рекомендую досмотреть видео до конца. Это «Заметки миллионера». Подписывайтесь и становитесь на путь богатства. Финансовые советы Уоррена Баффета вдохновляют сотни миллионов людей. И это вовсе неспроста. Баффету 92 года, и на своем жизненном пути он повидал сотни и даже тысячи разных ситуаций, связанных с деньгами. Уоррен Баффет до сих пор находится в топ-пятерке богатейших людей мира. И в чем он точно знает толк, так это в том, как стать тем человеком, которым сегодня является он сам. Следующие пять привычек ведут вас к финансовой пропасти, но узнав о них, вы уже станете на путь богатства. Первая плохая привычка – отсутствие бюджета. Бюджет – это финансовый план, в котором указаны ваши доходы и расходы. Он помогает ставить финансовые цели и принимать обоснованные решения о распределении ваших денег. Без введения бюджета вы легко можете начать перерасходовать и влезть в долги. Если прямо сейчас вы зададитесь себе цели создать и вести свой собственный бюджет, вы значительным образом начнете улучшать свое благосостояние. По словам Баффета, бюджет помогает прежде всего понять ваше финансовое положение. Отслеживая свои доходы и расходы, человек четко может увидеть, куда уходят деньги и определить области, где можно сократить расходы. Бюджет – основа в достижении финансовых целей. Установив их и направив средства на выполнение целей, вы сможете добиться значительного прогресса в таких позициях, как, например, накопление средств на первоначальный взнос на жилье или погашение долга. Кроме того, устанавливая в своем бюджете ограничения на расходы и придерживаясь заданных целей, вы сможете избежать перерасхода средств и сопутствующих с этим финансовых проблем. И главное, регулярно обращаясь к своему бюджету, контролируя и корректируя его по мере надобности, вы будете знать, что находитесь на верном пути к достижению своих финансовых целей. Следующая нездоровая финансовая привычка – равняться на соседей или идти в ногу с Джонсами. Последние говорят в том случае, когда сравнивают себя с другими и пытаются соответствовать их материальному состоянию и образу жизни. Баффет уверяет, что это приводит к большим финансовым трудностям, поскольку, думая о благосостоянии других, вы постоянно будете чувствовать необходимость покупать новейшие продукты или пользоваться дорогостоящими услугами, чтобы не отставать от коллег и знакомых. К примеру, сам Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который приобрел в 1958 году за 31 тысячу долларов. Конкуренция с другими в финансовом отношении приводит к нескольким существенным проблемам. Во-первых, к перерасходу средств и долгам. Пытаясь не отставать от других, все ваши реальные траты сойдут на нет, ведь вы постоянно будете тратить больше денег, что в конечном итоге приведет к появлению долгов. Во-вторых, такая конкуренция выводит на второй план ваши личные финансовые цели, ведь сначала вашей главной задачей становится догнать соседа. И ко всему прочему, постоянное пребывание с ощущением того, что нужно не отставать от других, влияет на психологическое здоровье. Важно найти свой исключительный финансовый путь, советует Уоррен Баффет. Так вы сможете сконцентрироваться на своих финансовых целях и приоритетах, жить посредством, что в конечном итоге приведет к большей финансовой безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе. Поставьте лайк на видео, если желаете добиться полной финансовой свободы. Давайте посмотрим, сколько нас и смотивируем друг друга на еще больший успех. Отсутствие резервного фонда – еще одна привычка, которая ведет вас к финансовому краху, заявляет Уоррен Баффет. Резервный фонд – это сберегательный счет, предназначенный для непредвиденных расходов. Он является важной частью любого финансового плана, поскольку обеспечивает экономическую подушку безопасности в случае форс-мажорных обстоятельств, например, резкая потеря работы или проблемы со здоровьем. Уоррен Баффет говорит, что его компания Berkshire Hathaway всегда имеет огромный запас капитала на случай чрезвычайных ситуаций. Наличие резервного фонда помогает избежать долгов в случае непредвиденных расходов, обеспечивает финансовую безопасность и душевное спокойствие, а главное – помогает пережить финансовые бури. При создании резервного фонда Баффет советует обратить внимание на несколько важных советов. Прежде всего, поставьте цель фонда. Определите, сколько денег вы хотите иметь в нем и запланируйте откладывать определенные суммы для достижения цели. Но при этом начинайте с малого. Не нужно откладывать сразу слишком много, постепенно увеличивайте сбережения. Затем рассмотрите возможность настроить автоматические переводы в резервный фонд, чтобы сделать сбережения проще и стабильнее. Всегда ищите возможность экономить и направлять эти деньги в резервный фонд. И главное – наберитесь терпения. Создание резервного фонда требует времени, но оно того стоит ради вашей же стабильности, душевного спокойствия и задела на финансовый успех. Еще одной из самых вредных привычек Уоррен Баффет считает импульсивные покупки. Хоть это и очень заманчивый процесс, но он часто приводит к финансовым затруднениям. Совершая такого рода покупку, вы хорошо не обдумываете свое решение и его возможные последствия. А вот отсутствие побуждения что-то покупать спонтанно является огромным преимуществом в личных финансах, ведь таким образом держит большую часть денег в вашем кошельке. Совершая импульсивные покупки, вы подвергаете себя перерасходу средств и долгам. Покупая без оценивания ситуации, вы тратите больше денег, чем можете себе позволить, что впоследствии может привести к долгам. Совершая импульсивные покупки, вы не задумываетесь о своих финансовых целях, а это может помешать их достижению. К тому же, подобные покупки частенько могут разочаровывать. Со временем вы начнете сожалеть, поскольку поймете, что покупка не была необходимой или не соответствовала вашим ценностям. Чтобы предотвратить импульсивные траты, следуйте советам Пафита. Сделайте шаг назад и поразмыслите, является ли это правильным финансовым решением. Переспите с этими мыслями, и вероятнее всего, на утро вы передумаете совершать покупку. Создавая бюджет, изначально внесите туда, такого типа траты. Так вы позволите себе их совершать, но при этом сможете в любом случае поставить лимиты. Создавайте списки покупок перед тем, как отправиться в магазин. Это еще один эффективный вариант, как избежать необдуманных трат. А также старайтесь не делать покупки, когда ваши эмоции зашкаливают, поскольку они могут затуманить ваш разум и сделать более склонным компульсивным приобретением. Отсутствие финансового плана – другая не менее важная привычка, от которой стоит избавиться, рекомендует Уоррен Баффет. Финансовый план – это дорожная карта, где указываются ваши планы и шаги, которые вы предпримете для достижения финансового успеха. Без его создания прогресс в становлении финансово независимым может быть затруднен. В детстве финансовый план Уоррена Баффета заключался в том, чтобы стать миллионером к 30 годам. И это сработало. Финансовый план помогает понять реальное финансовое положение. Составив его, вы получите всесторонний взгляд на доходы, расходы, активы и долги, а также определите, чего вы желаете достичь и поставить конкретные цели. Создавая финансовый план, вы, ко всему прочему, сможете указать конкретные шаги, которые необходимо предпринять для достижения финансовых целей, включая стратегии сбережения и инвестирования. И только вместе с этим планом вы сможете не сбиться с пути. Расставьте приоритеты в своих финансовых целях. Принимайте решения, обоснованные только на конкретных цифрах и данных. Регулярно отслеживайте свой прогресс, который будет мотивировать вас на еще больше новых свершений. Все это возможно благодаря финансовому планированию, которое приведет вас к целям намного быстрее. Обратите внимание на свои ежедневные финансовые привычки. Они есть у всех и на первый взгляд могут казаться незначительными. Но изо дня в день, накапливаясь в вашей жизни, вы как снежный ком начинаете катиться вниз, теряя возможность стать финансово успешным. Искореняйте больные и внедряйте здоровые привычки уже сейчас. Не откладывайте на потом, ведь это тоже очень плохая привычка. Положите на стол ваш созданный бюджет, финансовый план и чеки от импульсивных покупок. Так вы общей картиной взглянете на свое положение дел и сможете начать путь к богатству. Если хотите узнать еще больше о вредных финансовых привычках и как их заменить здоровыми, обязательно подпишитесь на канал. Нам есть еще о чем вам рассказать. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче.